Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что, к сожалению, почти всегда любая шутка имеет под собой какую-то основу. Очень редко люди шутят определенным образом так, что это не имеет никакого реального контекста. И казалось бы, да, слова мамы повлияли на вас. Казалось бы, плохо, она действительно говорит вам, как бы о том, что, мол, вот, мне будет тяжело тебя рожать и так далее, и так далее. Казалось бы, ситуация действительно складывается не очень хорошая. Ну, по крайней мере, для вас не очень хорошая. Но, дело все не так, на мой взгляд, просто и не так однозначно, как это может показаться на первый взгляд. А проблема, а точнее даже не столько проблема, сколько тонкость вся в том, что ваша мама как бы перекладывает ответственность за ваше рождение с себя на других. Ну, например, она это делает, значит, перекладывая ответственность на отца и считая, что это он виноват в том, что вы появились на свет. Она обвиняет вас в том, что вы виноваты в том, например, что ей пришлось там испытывать определенные трудности, да, вот, с тем, что она рожала вас. То есть, это человек, который перекладывает ответственность в себя за свои поступки на других. И вот это является главной особенностью вашей мамы. Теперь далее. Вы также продолжаете этот путь. Вы продолжаете этот путь своей мамы, перекладывая ответственность, точнее, снимая с себя ответственность за себя. Но уже в пользу других людей. Посмотрите. Вы говорите, что чувствуете себя виноватой, как сейчас. Чувствуете свою вину за все, даже если не виноват. Вы виноват. Вопрос. Перед кем вы виноват? Вопрос. Кто определяет вашу вину? Вопрос. Почему вы чувствуете вину, даже если не виноваты? Потому что на вас накладывают больше ответственности, чем у вас, она объективно есть. И это делает как раз-таки ваша мама. Особенно или нет, но она перекладывает в себя ответственность на вас и на вашего отца. А вы принимаете эту повышенную ответственность, вы принимаете ее и уже переносите на других, я полагаю. Так вот, стоит подумать о том, почему ваша мама перекладывает ответственность себя за свои поступки на других. В частности, вот, например, на, в частности на вас и на вашего отца. Вот с чем связана такая ее позиция, с чем она связана, конкретно и по факту. Необходимо, необходимо, чтобы вы подумали над этим вопросом и чтобы вы устанавливали грань, которую ваша мама не осознает. Она не осознает грани между своей ответственностью и ответственностью других, и вы не осознаете своей границы, вашей ответственности и ответственности, опять же, других. И вот именно это вам и нужно сделать. Перестать взваливать на себя ответственность за то, что вам не принадлежит, за то, что от вас не зависит. Например, решали ли вы раздаться вам или нет? Было бы лучше для кого-нибудь, если бы вы, ну, например, решили убить себя. Я думаю, нет. Прямо это раз вы родились, значит, вам нужно прожить жизнь. Кто отвечает за рождение ребенка и его родителей? Почему вы чувствуете себя виноватой? Вот над этим вопросом я предлагаю вам подумать. Если у вас есть неуверенность в себе, если у вас есть страхи какие-то, если вы не принимаете себя в чем-то, где-то, как-то, все это можно проработать. Все это можно подкорректировать. Для этого нужно ваше желание и более подробная история ваших отношений с родителями. В частности, нужна более ясная, более четкая позиция вашей мамы по данному вопросу. А вам необходимо понять, что она в это вкладывает. Какова ее субъективная сторона? Чтобы вы увидели, что дело не в вас, а в ней. Возможно, в ее отношениях с вашим отцом. Но никак не в вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.